Играть носами ненецкие куклы УКО, которые делают из утиных носов, удивили архангелогородцев и специалистов по сохранению культуры Севера России, участников 6-го съезда мастеров народных промыслов, который прошел в селе Карпогоры. Подробности далее. Обмениваться опытом и развивать рынок сувенирной продукции с уникальной северной символикой в Карпогоры приехали более 50 мастеров из Поморья, Москвы, Санкт-Петербурга и Ненецкого округа. Открытый мир культур стал миром красочных чудес. Иначе эти сувениры назвать нельзя. Ненецкие изделия представляла Надежда Яковлевна Дуркина. Мы брали изделия наших мастеров, которые находятся в лавке, которые мне принесли. Клуб Мелни принес мне свои изделия. Мы продавали традиционную куклу УКО. И она очень вызывала большой интерес, потому что это необычное было. И спрашивали, почему она, как ей играли, как она создавалась, что она несет в ненецкой культуре. Не меньше интерес вызвали сувениры Людмилы Кустышевой. Эти фигурки в национальных костюмах, ростом 3 см, изготовлены без капли клея. Мастер шила точную копию одежды мужчин и женщин ненецких тундр. Коллекция была признана сувениром 21 века. А Людмила Германовна награждена дипломом за сохранение национальных традиций русского севера. Залог успеха, по мнению Надежды Яковлевны, в бережном отношении к традициям и высокому качеству исполнения. Для этого этнокультурный центр ненецкого округа приглашает на ренмар педагогов и именитых мастеров. Проводит большую обучающую программу. Я прошлась по ярмарке, и мне было интересно. Я увидела наши ненецкие пимы. Но они были, можно сказать, у нас такие не носят, нас такие выбрасывают. Просто-напросто, такого качества. За вклад в сохранение культуры изделия нашей делегации удостойны благодарственных писем. В этом году съезд мастеров вошел в федеральную целевую программу «Культура России» и стал событием в рамках празднования столетия Государственного российского Дома народного творчества.